Привет, мои хорошие! Сегодня я поделюсь с вами теми книгами, которые заставили моё сердце питься чаще и запомнились навсегда. Они точно унесли меня в путешествие, полное загадок, тайн, интриг, расследования, ещё многого-многого всего, и они действительно заслуживают свои пять звёзд. И я думаю сделать такую вот именно рубрику на канале, как вы на это смотрите, чтобы в каждом таком подобном видео я показывала вам по десять книг. И я выбрала такие книги, про которые, мне кажется, многие забыли. Я их очень сейчас редко вижу, но это стоящие книги, которые действительно заслуживают вашего внимания. Также это те книги, которые я сама давно вам не показывала, я как-то про них постоянно забываю, хотя помню, с каким же восторгом я их читала. Так что здесь действительно лучшие из лучших. А начать я хочу с книги, которая определённо оставила отдельное место в моём сердце. И я очень хочу перечитать эту книгу в этом году, я даже об этом говорила в своих книжных планах на год. Это, конечно же, книга Маркуса Зусака «Книжный вор». Эта книга уже по праву, мне кажется, считается классикой, ведь она называла «Сердца очень многих людей». И многим людям она разбила сердце, в том числе она разбила и моё сердце. И это действительно очень и очень сильная история. Сюжет здесь крутится вокруг германского городка под тенью Второй мировой войны. И наша главная героиня, девочка Лизель, обретает страсть к книгам, а именно к краденым книгам. И знаете, эта книга настолько глубокая, это не просто книга о войне. Это история буквально о силе слов и надежде людей. А ещё это всё нам описывается глазами смерти. То есть здесь нам сюжет рассказывает сама смерть. И это, конечно, захватывает дух при чтении. Ты даже не знаешь, чего ожидать от следующей страницы. И правда, здесь всё жутко показывается. Всё, весь вот этот вот ужас, который царит. И это на самом деле, правда, ужасно. Но при этом здесь настолько захватывающий сюжет, настолько трепетные персонажи, которые тебя буквально привязывают к себе. И ты уже не можешь оторваться от них, оторваться от книги. И переживаешь буквально каждую страницу, каждую строчку. И думаешь, господи, что же там произойдёт дальше. И вот эта книга, готовьтесь. Готовьте платочки, когда будете её читать. Потому что, мне кажется, она никого не сможет оставить равнодушным. И я, конечно, естественно, уже позабыла сюжет. И я помню только вот основные вещи, которые вам сказала. Но я уже плохо помню некоторые события в этой книге. Конечно, какие-то ключевые моменты, которые вызвали у меня слёзы. Их, увы, с памяти уже не убрать. И они у меня прям засели в голове. И они мне стоят перед глазами всегда, когда я беру эту книгу в руки. Но в любом случае, я уже подзабыла какие-то детали. И мне кажется, мне будет очень интересно эту книгу перечитать. И я буду делиться своими эмоциями. И я понимаю, как же это здорово, вот так вот перечитывать книги спустя долгое время. И открывать для себя что-то новое. Если вы читали эту книгу или любую другую из этой подборки, обязательно пишите, как она вам, какие были ваши эмоции во время прочтения. А ещё обязательно, конечно, напишите свои 10 книг, которые у вас получились на 5 из 5 звёзд. Ну а мы переходим с вами дальше. Но эта книга теперь ждёт своего часа. Я вам сейчас о ней рассказала, и мне захотелось ещё больше её перечитать. Вот эта книга, которую на самом деле я так редко вижу на просторах Буктюба и вообще везде, как-то редко её показывают. Хотя это такая тоже сильная история, которая определённо заслуживает внимания. Эта книга — половинка сердца. Да я на самом деле сама по себе понимаю, что я эту книгу показываю редко. Я просто-напросто про неё забываю. Ведь она не такая популярная, и как-то мало попадается на глаза. Но тут я прям, знаете, вот прям специально сегодня посмотрела на все свои, абсолютно все свои книжные полочки. Все изучила их и вот прям взяла те книги, про которые постоянно все, мне кажется, забывают. Но, по крайней мере, я про это произведение забываю, хотя оно такое классное. Просто если не знакомы, от всей души советую познакомиться. Это тоже трогательная история. Да, люблю я трогательные истории, но они вызывают массу эмоций. Это трогательная история о девятилетнем мальчике по имени Логан, у которого очень тяжёлая судьба. У него очень тяжёлые отношения с отцом, и вообще он пережил страшное, он пережил авария, и вся его семья пережила аварию, да. И, конечно, это жутко, это очень отразилось на психике ребёнка, и вообще на всех, потому что там произошли страшные вещи. И вот как раз-таки из-за этого Логан у нас перестал говорить. То есть он не сказал ни слова с того самого дня. Он просто молчит, и никто ему не может помочь. И вот в один день, когда у него снова случается недопонимание, перепалка с отцом, и это тоже было всё на самом деле жутко описано, не буду говорить как, сами прочитайте, узнаете, чтобы пережить все эти эмоции, которые испытал вот этот вот мальчик Логан. И вот в такой вот день он просто не сдерживает, и решает сбежать из дома, просто бежит, куда глаза глядят, вообще без всего, без вещей, он даже говорить не может, всё, он просто бежит, куда глаза глядят. И представляете, маленький ребёнок, 9 лет, который напуган, ему страшно, он вообще один, он потом теряется, и вот что, что будет с этим ребёнком? И это так захватывающе, вроде бы, знаете, здесь концовка простенькая, ничего-то такого вот прям сверхъестественного, какого-то детектива расследования, но, боже мой, как же интересно было следить за этим мальчиком, настолько он тоже прям проникает в душу, в сердце, и ты начинаешь за него дико-дико переживать, что же там будет дальше. И когда что-то случается, какие-то неудачи, ты думаешь, нет-нет-нет, пожалуйста, пусть всё будет хорошо. В общем, тоже книга вызывает много эмоций, и вот эти вот все мысли, страдания ребёнка, именно психология ребёнка, как это всё описала Карен, это вау, 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 вау. И тут классно так написано в аннотации, сможет ли он выжить во взрослом мире без самого главного, без любви. И да, это роман о пути маленькой души мальчика Логана. Вот рассказала о ней, теперь хочется перечитать, потому что давно читала эту историю. Но я так завидую всем, кто ещё не знаком с этой книгой, и кто будет читать её впервые. Я, кстати, помню, что я прочитала её на одном дыхании за один вечер. А хотя здесь сколько у нас страничек, но она и правда не такая большая. Всего 315 страничек. Конечно, прочитается просто на ура за один вечер. А теперь, видите, вот эту книжку? Она у меня такая жёлтенькая, потрёпонькая, но такая любименькая. Смотрите, какая, да? Ну, это какая-то определённая, мне кажется, атмосфера. Это у нас книга Дианы Сеттерфилл, «Тринадцатая сказка». Тоже, если раньше, в году 15-16, я часто видела её в подборке блогеров, то сейчас все просто про неё забыли, переключились на какие-то другие книги. И я уверена, что если вы только-только начали читать, то вы не слышали об этой книге, ну или там недавно, да, начали влекаться чтением, то пропустили эту книгу. А этого не стоит делать, потому что книга действительно очень-очень интересная, и мне тоже хочется её перечитать, потому что вот сюжет этой книги я уже плоховато помню. Я помню свои эмоции, я помню атмосферу. Здесь у нас, знаете, такая вот именно готическая, мрачная, жутковатая атмосфера. И эта книга этим как раз-таки и манит к себе. И вот это та книга, которую идеально прочитать осенью в какой-нибудь холодный, мрачный вечер, либо же вот зимой. И когда я её читала, её все советовали читать как раз-таки именно перед Новым годом. Но на самом деле я бы не сказала, что эта книга какая-то новогодняя, она больше именно вот мрачная, пугающая. И вот для осени, мне кажется, это идеальный кандидат на чтение. Может быть, мне тоже её как раз-таки осенью перечитать? Мне кажется, это было бы здорово. У меня, конечно, эта книжка в мягком переплёте, но... И вот какая, да? Она уже у меня старенькая, жёлтенькая. Но мне кажется, было бы здорово её купить именно в твёрдой обложке. Она очень красиво выглядит. И как раз-таки вот снова прочитать и погрузиться в эту готическую атмосферу. И мы вместе с нашей главной героиней Маргарет погружаемся в готическую историю с переплетением судеб, зеркально отображающую её собственное прошлое и в то же время распутывающую семейную тайну, соблазняющую читательскими веками. И эта история, она полностью пропитана книгами, книжной эстетикой. Как бы, ну, не зря, да? На обложке здесь у нас изображены книги. И я тут даже вот, ну, перед тем, как снимать видео, естественно, прошлась по стикерам, потому что они у меня здесь есть. И я прочитала. И какая же тут книжная атмосфера! Пусть эти книги недостаточно стары для того, чтобы цениться исключительно за свой возраст и настолько значительны, чтобы привлечь внимание коллекционеров, но мне нравится за ними ухаживать, даже если их содержание так же уныло и прекрасно, как и внешний вид. Эта любовь главной героини к книгам это всё, это тоже сразу покоряет сердце, мне кажется, всех нас книголюбов. И здесь очень интересный сюжет заключается как раз-таки в том, что у нас вот, как и говорила Маргарет, она у нас работает в вулканической лавке с того, что горячо любят книги. И тут в один день к ней обращается знаменитая писательница и предлагает ей очень хорошую работу. И вот как раз-таки наша Маргарет и оказывается в этом мрачном особняке, где начинают происходить различные тайны, загадки. Она пытается разгадать всю эту пучину, то что же там творится-то такого. В общем, невероятно захватывающая, интригующая, мрачная книга, которая прям, ну тоже цепляет определённо, и оторваться от неё невозможно. А следующая книга, вы вот её уже видите, я думаю, что кто с ней знаком, тот 100% её узнаёт, потому что это книга, которая испытывает массу-массу эмоций, эмоций, и как раз-таки, они, знаете, такие ещё эмоции противоречивые очень, но из-за этого книга прям тоже цепляет, и она заслуживает лично от меня 5 из 5 звёзд. И это у нас, конечно же, коллекционер. Смотрите, какая-то у нас бабочки на обложке. Не просто так, ведь главный герой, один из главных героев этой книги, он у нас коллекционер бабочек. Но что-то идёт не так, и он становится коллекционером не только бабочек, но и людей. А именно, ему понравилась очень сильная девушка по имени Миранда, и он не знает, как её завоевать, как к ней подойти, как с ней познакомиться. Он не придумает ничего лучше, чем похитить её. Он делает для неё супер-шикарные условия. Он покупает специально дом, где-то на ошибе, и в подвале он делает комнату, он прям следит за Мирандой, за её хобби, увлечениями, и там он делает ей комнату мечты. То есть он там делает всё, что она любит, он ставит там ей картины, всё для того, чтобы можно было там порисовать, в общем, всё-всё-всё-всё-всё, чтобы ей понравилось. И он уверенно считает, что Миранда будет этому только рада, когда он её привезёт сюда. И он её похищает тоже, это всё, конечно, жутко было описано. И вот мы смотрим, как Миранда на это всё реагирует. Мы понимаем, что, естественно, герой не совсем здоров, и то, что там дальше происходит, на самом деле в голове не укладывается. И вот мы смотрим на историю, как и от лица этого злодея, человека, который похитил, так и, представляете, мы потом и смотрим эту историю от лица жертвы, от Миранды. И это... У меня в голове не укладывается, как же это сильно было написано. И то есть эта книга нам рассказывает о двух точках зрения. Как раз-таки начальном изложена перспектива Фредерика, какие-то его мысли, а затем ненековые записи Миранды. И они раскрывают её страхи и мысли в плену. И я чуть ли не рыдала на этих моментах. И, конечно же, как бы у него мысли, что Миранда его полюбит. Он делает и сделает всё для неё, чтобы она его полюбила. Конечно, в конце, когда вот ты дочитываешь книгу, у тебя полное опустошение в душе. Но при этом ты понимаешь, как же автор это всё прописал, преподнёс. Это, с одной стороны, конечно, жутко, но, с другой стороны, как же это было интересно следить за вот этим поведением ненормального человека. И человека, который находится в безвыходной ситуации, как она пытается найти какие-то выходы, какие-то способы выбраться. И вот в конце истории мы узнаём, получилось ли у Миранды это сделать. Тоже, на самом деле, не знаю ни одного человека, у которого бы эта книга не вызвала какие-то эмоции. Она в любом случае вызовет у вас либо страх, либо отвращение, либо ещё что-то. Но что-то-то оно вас точно вызовет. Без эмоций вы не останетесь, я вас уверяю. Ещё одна интересная история, которую я, опять же, вообще не вижу нигде, ни у кого. Это книга у нас «Потерянный мальчишка» от Кристина Генри. Это у нас подлинная история Капитана Крюка. Да, это у нас история на новый лад. Это у нас ритейлинг на сказку, всем известную, на Питера Пэна. Я заметила, что прям вот люди любят Питера Пэна именно искажать на такой более взрослый, страшный лад. Даже у Брома вот есть книга, тоже про Питера Пэна, «Похиди ли те» она называется. А здесь у нас тоже вот история, только здесь у нас главный герой не сам Питер Пэн, а именно Крюк, история Крюка. Здесь раскрывается, как он таким стал. Но, кстати, у этого автора, Кристина Генри, я читала ещё одну книгу про Алису, тоже такая мрачная история, но она мне вообще не понравилась. Если эта книга прям вызвала много эмоций, то та мне не понравилась совершенно. Поэтому вот всё-таки, всё-таки как-то вот именно слог автора меня зацепил именно в этой книге. И это было, знаете, очень интересно. Очень интересно посмотреть, как бы выдумана эта история Крюка, почему он таким стал, как он таким стал. Книга, правда, жуткая. То есть здесь у нас ограничение 18+, это, знаете, можно рассанивать, как такую вот прям полноценную, взрослую, страшную сказку про весёлого мальчика Питер Пэна, который творит жуткие вещи и этому радуется. Ой, очень тут на самом деле интересная аннотация. И сейчас я вам расскажу. У нас аннотация как бы от леса Крюка как раз таки написана. И она о том, как и превратился из самого первого и любимого потерянного мальчишки Питера Пэна в его величайшего врага. Питер обещал, что мы навсегда будем юными и счастливыми. Он солгал. Да, книга правда вызовет мурашки по коже от вот этого всего. От вот этого всего ужаса, что здесь творит сам. Вроде бы доброжелательный Питер Пэн, который оказывается ну не таким, каким мы думали. Да, тоже очень классная книжка. Вот буквально взять тоже на вечер, на два, что такое мрачное. Супер. Я тоже заметила, что в подборках каких-то я часто показываю из классики Джейн Эйн Шерлотта Бронте. А вот самая, наверное, забытая из сестер, ну как, по крайней мере, такое оно считается, это у нас Энн Бронте. Именно ее произведение незнакомка из Уалтвихола, которая тоже заслуживает внимания. Это невероятно смелое и современное произведение, как мне кажется. История о женщине, мужественно бросающей вызов общественным нормам и собственному несчастью. Также я прям люблю, когда у нас книга раскрывает две стороны. Здесь у нас раскрывается и сама история незнакомки. А тоже это все происходит, кстати, в виде дневниковых записей. Мы следим за тем, что происходит. И у нас раскрывается история парня, главного героя нашего, который хочет завоевать внимание незнакомки, узнать, что же с ней случилось. И также раскрывается история самой незнакомки, почему она такая, почему она решила отойти от всех вот этих вот норм, да, принятых в обществе, почему в глазах всех она кажется такой странной, и все плетут просто какие-то невероятные сплетни о том, кто она такая, что с ней случилось, и почему она такая странная, почему она делает все не как все. И поэтому, знаете, идет общественное порицание бедной этой девушки. Но как же сильно здесь тоже раскрываются персонажи, как же за этим интересно следить. И взаимоотношения этих вот двух таких интересных сильных персонажей, это тоже вау, и я влюбилась также в слог Энн Бронте, она пишет потрясающе, и как это все она писала именно в консексте, в виде дневековых записей, это тоже вызвало у меня отдельный восторг. Эта книга у нас тоже просто сердце раздирающая, по-другому тут не скажешь. Здесь у нас рассказ о человеке Чарли с ограниченными умственными способностями. И там эта книга цветы для Элджернона Дэниела Киза. Здесь нашему Чарли предлагают пройти эксперимент, благодаря которым он станет умным. Но как бы никто не дает гарантии, что это все пройдет без каких-то последствий, что это все пройдет, что это все в итоге закончится чем-то хорошим, то есть гарантии нам не дают на это. Но несмотря на все Чарли соглашается. И боже мой, вот сердце разрывается, и как же душераздирающий слезы теми моментами, когда мы видим, как Чарли меняется, как вообще на него люди реагируют, вот это вот все общество, как его изначально презирали. И вот мы видим, насколько же Чарли добрый, искренний человек, как к нему относятся изначально, как потом люди вот так, вы знаете, лицемерно начинают меняться. Это все было читать, ну прям откровенно говоря, больно, больно. И мы вот смотрим, получится, что же вот таки выйдет из этого эксперимента, получится ли у Чарли стать умным, стать гением, или там все как-то вернется в другую сторону. В общем, за этим всем тоже интересно следить. Кстати, что интересно, у меня какая-то подборка здесь книг, где действие ведется через дневниковые записи, потому что здесь у нас происходит то же самое, и Чарли как бы записывает свой эксперимент, и мы прям видим, как бы сначала Чарли там пишет с кучей-с кучей ошибок, поэтому даже когда читаешь книгу, порой, ну, непривычно, что здесь все написано с ошибками, но потом с каждой главой мы видим, как же становится Чарли умнее, как он начинает писать, и мы прям замечаем, как герой начинает меняться, и как он замечает, как люди вокруг него также начинают меняться. Я вам показала различные фэнтези, книги, романы, мне тоже были, классика, но еще давайте я поговорю о классном подростковом романе, который на самом деле очень меня затронул, я даже не ожидала от него такого, и я хочу вам показать, потому что книга тоже, к сожалению, малоизвестная, но я хочу помочь и сделать так, чтобы в этой книге узнала как можно больше людей, и эта книга Аннабелла Саммерс, книга Вивиан, боже, как же она меня сильно впечатлила, эта книга у нас о девочке, которая постоянно, постоянно переезжает, и из-за этого, конечно, ее очень тяжело, у нее очень много проблем, представляете, она даже переезжает не внутри своей страны, а вообще из-за работы ее родителей, и как бы она ничего не может сделать, она должна с этим смириться, и вот дальше переезжать, менять школу, это все очень тяжело, она начинает замыкаться в себе, потому что понимает, что она не может найти общий язык с людьми, из-за того, что она постоянно переезжает, и вот, когда они в очередной раз переезжают, только уже в Россию, наша главная героиня Вивиан, она решает, что самый лучший вариант, что в новой школе ей снова не стрессовать, снова не находить подход к людям, она решает сделать так, чтобы все ее считали немой, в общем, она у нас притворяется немой, поэтому у нас книга называется «Не звонить Вивиан», как раз таки из-за того, что Вивиан притворяется немой, и как бы не может говорить по телефону, она там всю эту схему проворачивает, ей даже помогает друг семьи в этом, чтобы все поверили, что директор поверил, они там делают даже справку, что Вивиан правда не может говорить, но тут случается то, что, конечно, как всегда бывает в жизни, когда что-то такое делаешь, то получается все наоборот, и коллектив в школе оказывается очень дружелюбный, очень доброжелательный, там оказывается мальчик, который проявляет к Вивиан внимание, и это не просто так случается, он не просто так обращает на Вивиан внимание, это все тоже очень классно обоснуется в книге, почему он именно на Вивиан обратил внимание, и Вивиан как бы начинает жалеть, что она решила притвориться немой, и думает как же ей теперь из-за этого всего выкрутиться стоит говорить что это обман или не стоит и как вообще потом к ней люди будут носиться ведь не такие хорошие и так хорошо к ней сейчас относятся она вот так вот ужасно поступила и всем наврала и вот помимо всего помимо серьезных тем которые поднимаются переезда принятия себя при своей внешности ощущения в коллективе кутин замкнутости здесь также очень классно раскрывается даже сонный паралич представляете даже он здесь есть и наверное впервые читала книгу где это все так прям вот живо и описано очень по-настоящему сильно веришь главной героини также не очень сильно переживаешь в общем классная книга которая вызвала у меня эмоции и как здесь все было закручено какие вещи в итоге есть раскрылись как раскрылись персонажи это было сильно вау вообще у меня только одни восторженные эмоции да я только что заметила что все время у меня лежала резинка на столе не очень эстетичная но как бы я извиняюсь а мы сами продолжаем дальше конечно я не могла в этом видео не показать книгу своего любимого автора стивена кинга и я решила показать ну прям топ 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 мою самую любимую книгу этого автора и если вы не знаете с чего начать знакома со стивеном кингом я всегда советую начинать именно с этой книги и это конечно же стивен кинг и его книга мизери эта книга про писателей вообще стивен кинг очень любит писать про писателей описывать их судьбу и здесь у нас писатель попадает в руки своей фанатки номер один просто бешеные фанатки которые сходят от его творчества с ума сходят с ума от его книг все это происходит так что наш писатель попадает в аварию и его как раз таки находит наша главная героиня и не его фанатка она его как бы спасает привозит к себе домой говорит что на улице и сильнейший там мороз сильнейший снегопад мы сейчас никуда не уедем ни в какую больницу но я вас как бы нашла я вас полечу и потом мы поедем с вами вместе в больницу конечно наш писатель рад он думает ура я бы погиб если бы не и не ну как бы не оказывается нас не совсем здоровой фанаткой и она заставляет буквальным смысле этого слова заставляет нашего писателя переписывать рассказ мизери книжку мизери а именно конец этой истории потому что он ей не понравился видите ли и она нашего писателя заставляет переписывать концовку конечно сначала писатель говорит что нет я не буду этого делать я как бы вижу концовку это произведение вот таким но в свою очередь и не говорит что а я тогда вам не буду давать обезболивающее я тогда вас не отвезу в больницу вы делаете все что я скажу либо вам будет плохо и вот насколько будет плохо мы как бы здесь и читаем конечно тоже книга жуткая книга тоже безусловно вызывает ураган эмоций совсем совсем разных даже отвращения потому что здесь такое конечно происходит что прочтение у меня у самой как будто тело болело и понимаешь что действительно же есть такие люди есть нормальные сдержимые люди особенно вот когда ты находишься в ходе творческой среде когда у тебя есть зрители да когда здесь читатели то как бы никто не гарантирует что среди них среди твоих хороших фанатов которые любят твое творчество не окажется какого-то нездорового человека но которому ты например не понравился или не понравилась концовка произведения это конечно жутко страшно и ты понимаешь туда а такой же и правда в жизни может быть и опять же как я всегда говорю что в книгах стивена кинга вы то что написали что самое страшное как раз таки это не какие-то звери чудовища что самое страшное жуткое это сами люди это что они могут творить вот что самое страшное в книгах стивена кинга и одна книга которая основана на реальных событиях и когда я прочитала я прям осталась в огромном восторге от нее потому что я подобного не ничего не читала и знаете эта книга просто вот идеально людей которые любят криминалистику узнать вот эти вот все такие сериалы которые вызывают эмоции шока эмоции такие вот любопытства мне кажется что у всех у нас бывает такое настроение какой-нибудь такой знаете жути посмотреть что-нибудь криминальное там какие-нибудь жуткие фильмы там про убийство расследование и так далее но как-то мне кажется что у всех такое вот есть и краски эта книга она вот идеально подходит на такое настроение эта книга прогнившие насквозь от автора питер эверет здесь я правильно прочитала в общем это у нас книга основанная на реальных событиях и автор этой книги он бывший руководитель морга а сейчас он журналист расследователь и вот представляете этот автор описывает свою работу в морге как там все происходит какие там есть такие вы знаете потайные вещи которые мы не знаем насколько же на самом деле это жуткая работа и ты понимаешь как же тяжело таким людям знаете описан такие вещи после которых эту книгу как бы немножко легче читать тут написано тело это сосуд и ничего более а человека занимавший его уже давно нет это когда наш главный герой только вот начинал работать и как бы когда мы в это все приходило ему краски сказали такую фразу после которой ему стало легче работать потому что конечно естественно это очень тяжело потом ты привыкаешь как описывает автор но изначально конечно очень очень тяжело ты принимаешь близко к сердцу потому что ему поступают и дети и разные разные ужасные случаи и вот это это было интересно самом деле описано с точки зрения любопытства эту книгу было классно прочитать и плюс автор как он журналист он все классно написал вообще весь свой путь все истории какие-то интересные истории жуткие которые происходили у него в практике это все было интересно почитать это что конечно основной на реальных событиях это заставляет сердце биться чаще иногда так что если вам как-то захочется чего-нибудь такого жуткого мрачного почитать то вот идеальный кандидат эта книга я помню что я взяла и краски в такое настроение и не ожидала что от книги не смогу оторваться настолько она не захватила и захватила история этого человека ну что теперь я думаю что и вам пора открыть эти книги и испытать массу массу эмоций до до сих пор эти книги не дают покоя теперь когда ему них рассказала я хочу все это дело перечитать и снова испытать жуткие мрачные и наоборот приятные эмоции как же без них а я надеюсь что вы нашли для себя что-то интересное благодаря этому видео и читайте больше и получать удовольствие от каждой странице а мы увидимся с вами в следующем видео